Если у нас есть треугольник, то у него есть последующие величины углов и длины сторон Это обозначается А, это обозначается В, это обозначается С Итак, длины сторон напротив вершины В, напротив вершины А И углы Обычно, опять-таки, для того, чтобы проще было с обозначениями, чтобы каждый раз не произносить обозначения договариваются, что углы греческими буквами альфа, бета, гамма Хотя, разумеется, это все условности, это все не важно А важно понимать следующее, что у любого треугольника есть, конечно, площадь есть радиус вписанной окружности, есть радиус описанной окружности То есть много длинный диан, длинный сон, длинный бисектрис Много всего интересного Есть, на самом деле, в геометрии придумано гораздо больше Например, смотрите, можно взять такую замечательную вещь Не просто вписать окружность, а можно взять, продлить вот эту сторону Продлить ту сторону и окружность вписать вот сюда Тоже получается некий радиус, называется вне вписанной окружности И так далее, и так далее, и так далее Там есть много всего интересного Но, разумеется, мы начнем вот с этих шести величин Вопрос Есть между ними какая-то связь, есть между ними какая-то зависимость или нет? Ответ, конечно, есть Если вы должны описать треугольник, вы абсолютно не обязаны указывать все эти шесть величин Например, представьте себе, что вы указали угол альфа, указали длину стороны В и указали длину стороны С Что вы тогда знаете? Вы тогда знаете угол, вот этот вот, который выходит из точки А Вы знаете длину вот этой вот стороны, да? Эта сторона, это у нас как? Что такое? В B, совершенно верно В B, совершенно верно И вы знаете длину вот этой вот стороны, или какая-то С Господа, вы можете приложить линейку и, собственно говоря, соедините И вы получаете, что этой информации достаточно для того, чтобы нарисовать треугольник Ну, тут вопрос, какие у вас чертежные инструменты Геометрией чаще всего принято пользоваться циркулем и линейкой, да? Но, в принципе, необязательно Вы можете себе какие-то более интересные инструменты построить Дело не в этом Дело в том, что, как только вы точно знаете вот этот угол Вы его, какие-то инструменты у вас есть, вы его как-то рисуете Рисуете эти два отрезка И, собственно, все, вся информация о треугольнике у вас есть Если в каком-то другом месте вы этот угол нарисуете, а тоже эти два отрезка То у вас вот как раз и получится треугольник и бренды этого Господа, это очень важная штука По двум сторонам и углу между ними Теперь давайте представьте себе другая штука Пусть вы знаете сторону Ну, какую сторону Ну, например, сторону длины А А также знаете угол бета и знаете угол гамма Как это будет выглядеть на картинке? Очень просто На картинке вы рисуете отрезку длины А Ставите его концы точки В и С И отмечаете углы Вот этот вот угол бета И отмечаете угол гамма Опять-таки Я сейчас не обсуждаю, какие у вас есть чертежные инструменты Но согласитесь, что если вам дана сторона И если вам даны вот эти два угла Ну, значит, в каком-то смысле вы их должны уметь Нарисовать, перекладывать Ну, как-то с ними вы должны оперировать При любых инструментах Соответственно, вы можете нарисовать Самый отрезок длины А И вы можете отложить эти два угла Что требуется, чтобы нарисовать треугольник Да От угла Оба отрезка пока не Как это называется? Найти Найти треугольник Пересечение Найти точку В которой Продолжение Эти что пересекаются? Правильно? Да Отлично Это, ребята, называется По стороне И двум углам Ну, на самом деле Чаще говорят не по двум углам А по двум прилегающим к ней углам Объясняю, почему это не так важно Дело в том, что вообще-то Треугольник Сумма углов Вы знаете Какие-то два угла То вы знаете Автоматически И третий Поэтому, если вы знаете Какие угли Какие То, в принципе Ну, я могу здесь На всякий случай И двум прилегающим Да? В общем Итак, на самом деле Если вы знаете два угла Треугольника То из-за того, что сумма 180 Вы автоматически знаете и третьего Поэтому просто по стороне И двум углам Отлично! И наконец Третий признак Могу вас обрадовать Последний Это вот что такое Представьте себе Что вам дали длины всех трех сторон Ну, что вы тогда можете сделать? Нарисовать одну из них Ну, я не знаю какую Хотите со стороны А Начинайте Хотите со стороны Б Ну, давайте со стороны С начнем Например, да? Итак, нарисовали отрезок длины С Это абсолютно не важно С какой стороны Начинать Это абсолютно не важно Нарисовали отрезок С А дальше такая вещь Вы знаете длину отрезка Который должен выходить из этой точки Это что значит? Как называется вот эта линия? А? Состоящая из точек Которые находятся от данной точки На одном и том же расстоянии На данном расстоянии А? Круг Круг Это все вот это вот вместе Окружность Отлично Это называется, конечно, окружность Данного радиуса А, да? А здесь из вершины А Вы проводите отрезочки длины С Как там будет называться линия? Так же, совершенно верно Ну, господа, теперь осталась мелочь Осталось посмотреть, где они пересекаются Заметьте, пожалуйста У меня на картинке Они пересеклись в двух точках Означает ли это, что на самом деле треугольников два? Нет Зеркальные Они Как они? Зеркальные Ну, называются симметричные Да Если представить себе, что вот здесь зеркало То есть это зеркальное Но, ну, знаете, на плоскости зеркала обычно плохо Поэтому говорят, что они симметричны Относительно прямой АПО Договорились? Договорились Итак, пишем признак По трём сторонам По трём сторонам Вот признак по трём сторонам Господа Любимое развлечение в школе Пронумеровать эти признаки И после этого Просить учеников Ну, там, когда решают задачи Говорить А по какому признаку? По первому? По второму? По третьему? По третьему? Господа Один простой совет Это, когда вы не запоминаете теорему правилу и так далее По названию Почему? Потому что очень быстро получается Что название вы запомнили А саму теорему О чём уже нет, значит, господа На самом деле Запомнить Вот это Цельком Вот Вот Вкупаться В этих шести способах Это Занятие Явно Назарское То есть, господа Правильный способ Запомнить Что Если вы знаете Две стороны И угол То вы знаете Запомнить Что Если вы знаете Сторону И два угла То знаете Треугольник Если вы знаете Две стороны То тоже знаете Отлично Договорились Теперь Давайте Читать книжку Здесь Они Сформулированы Да Вот И Дальше В этой Книжке Объясняется Такая Длинная Цитата Здесь Она Шрифтом Приведена Так сказать Доказательства Вот Там Я сейчас Фактически Ничего не доказываю Я говорил вам Так сказать Объяснение Что вот Два Адреса Почему я не доказываю Потому что У нас с вами Не было Списка Аксиом Точного Списка Аксиом Я вам не говорил А раз Не было Точного Списка Аксиом На всяких случаев У нас Не Действующих Аксиом Аксиом Точного Аксиом 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 Аксиом